В областном центре завершается ремонт внутриквартальных проездов. Уже второй год удается не только находить на это городские деньги, но и получать доп. финансирование из казны региона. В итоге в этот сезон в списке на обновление почти полсотни адресов. О самом выстраданном наш репортаж. Вот так кирпичами заложат кто-то тут из любителей и опять дальше. Это местные жители описывают состояние внутриквартального проезда от Талашского шоссе до домов на улице Авиационный участок. Вроде небольшой, 200 метров, но сколько неудобств разбитая дорога доставляла и пешеходам, и автовладельцам. Больше 10 лет не могли заделать. Машины уже тут все раздолбали. Не говоря о том, что и ноги тут можно было переломать. Переломить ситуацию удалось благодаря финансированию по городской программе ремонта внутриквартальных проездов. Подрядчик здесь тот же, что на большинстве других адресов в Архангельске. Колодец на дороге всего один. Отфрезеровать удалось быстро, но не без трудностей. Машины мешали, но люди шли на встречу, разъезжались. ГИБДД помогало, местные жители. Объем работ средний, плюс-минус одно и то же, ну метров 600-700. Фрезерование, выравнивающий слой и верхний слой асфальта. Включению этого участка в список ремонта помогла и инициатива парламентариев, которые в этот сезон поддержали выделение Архангельску 50 миллионов рублей дополнительно на обновление внутриквартальных проездов. Сегодня властям им нужно сказать спасибо за их внимание к окраинам, к отдаленным территориям. Потому что не только в центре, да, мы делаем асфальт. А самое главное, мы смотрим там, где хотят люди, отдаленные окраины, как аэропорт Архангельск. Понимаем, что это место силы, это наше лицо, это визитная карточка. Сегодня здесь будет не только квартальный проезд, но мы увидим завтра, завтра, следующую весну, это федеральную дорогу. Это будет четвертополосная трасса в сам город. Это радует, что с каждым годом столица русского севера преображается. Программа ремонтов квартальных проездов Архангельска усиливается уже второй год подряд. В 2022-м общее городское и областное финансирование составило 100 миллионов рублей. В списке почти полсотни адресов. Артемий Заварзин, Светлана Михеевская, Регион 29.